Ну что ж, многие и многие предлагают все-таки прокомментировать ситуацию с шаманом, хотя я об этом уже говорил, но просят отдельный ролик, что я думаю по этому поводу. Я начну издалека, как, наверное, уже многие поняли, я считаю эту акцию, естественно, абсолютно бессмысленной, но в результате продвижения этого шамана, как вот он собирает вокруг себя людей, оказывается уже есть такой официальный блог на ютуб, который освещает, так сказать, путь этого шамана, в связи с этим открывается целый пласт проблем, я бы сказал, которые свойственны именно России в этом смысле. Я выскажу свое мнение, дальше пишите в комментариях, насколько я прав или нет. Вот, когда-то, много лет тому назад, был у меня разговор с родителями, когда я столкнулся с тем, что попал на похороны в Россию, и велись там разные разговоры, типа, вот покойника нужно правильно положить в квартире, там нужно потрогать его ботинки, там поставить какой-то стакан с водой, там с хлебом, еще что-то, в общем, множество, множество каких-то ритуальных действий нужно совершить. А к тому времени я уже побывал на похоронах в Германии, и вот у меня произошел клик. Я пытался разговаривать там со своей бабушкой, со своей мамой, с отцом, пытаясь объяснить или спросить их, зачем все это делать, если это совершенно бессмысленные вещи. Ну, как же ты вот не понимаешь, человек умер, нужно все правильно сделать. И тогда я спросил, а что, собственно говоря, они вкладывают в это понятие правильно. Человека нужно похоронить, желательно это сделать достойно, ну и на этом все. Зачем куча условностей, и вот эта бабка вот так сказала, это кутью сварила, каждый должен сожрать эту ерунду на похоронах и так далее. Я ничего не имею против там поминок и еще чего-то. Но российские похороны, я хочу сказать, как и все действия, свадьбы, рождения, крещения там и так далее, сопровождаются множеством, на мой взгляд, суеверных, бесполезных дел, какой-то суеты, которая не несет никакого смысла. Это, возможно, было актуально, я не знаю, в 15-17 веках, когда люди были, ну, совершенно темные, безграмотные. Они, наверное, верили в то, что они делают. Но сейчас, как бы в наше современное время, это должно измениться, исчезнуть. Люди должны понять, что это бесполезно. Но, тем не менее, русские люди, вот в этом одна из таких глубинных частей, свойственна именно русские, может быть, поэтому нет фактических изменений в этой стране за последние 200 лет, потому что люди почему-то так крепко держатся за не то чтобы традиции, а, на мой взгляд, совершенно бессмысленные вещи. Ну, вот я скажу, как это происходит в Германии. Человек умирает, его забирают, тут же специальные службы, не нужно его держать дома. Забирают вещи, одевают, готовят. Есть специальные люди, кто этим занимаются. Семья заказывает гроб, дальше люди укладывают этого покойника. И на самих кладбищах есть такие капеллы, где выставляется этот гроб, обычно закрытый. Именно для того, чтобы не пугать детей, для того, чтобы, ну, люди впечатлительные, есть разные. Многим совершенно не нужен вот этот блик мертвого человека, да, то есть труп. Ведь часто люди умирают от различных заболеваний, и покойник может совершенно быть не похож на того, каким он был в жизни. И запоминать его, лобзать его или фотографировать его, на мой взгляд, абсолютно бессмысленно. Но русские люди это делают. Я не знаю, как сейчас, но в моем детстве я помню, как носили покойников по улице. Громогласная такая печальная музыка, оркестр, разброс цветов. И все эти плачущие, плачущицы идут за гробом, и каждый должен присоединиться и так далее. Потом возят этот гроб открытый, опять же, по улицам, прежде чем доедут до этого кладбища. А кладбище зачастую в России было, черт знает где, до него еще нужно добраться. Это не то, что в Германии всегда кладбище под боком, вот оно рядом, всегда в центре города. Или в центре деревни, чтобы каждый человек мог туда дойти. Там совершенно, вот мало того, что плохо организовано, и весь этот процесс снабжен, на мой взгляд, ненужными вещами. Я помню, как ребенком, однажды увидев мертвеца в гробу, я очень долго не мог отделаться от этого. И до сих пор, вспоминая этот момент, у меня, ну, такая внутренняя дрожь. Я не понимаю, зачем мне ребенку было видеть страшный труп в гробу. А ведь сколько еще российских детей получают эту психологическую травму каждый раз в России. Никто об этом не задумывается. Так вот, к чему я это говорю? В 21 веке люди не должны носиться с этими покойниками, не должны создавать какие-то бессмысленные вещи, какие-то ритуалы совершать с этими мертвыми людьми. Их необходимо закопать или, я не знаю, кремировать, кого, как, и на этом все. Нужно сделать это максимально быстро, нужно сделать это максимально тихо и максимально достойно, с уважением в отношении умершего человека. И здесь обычно кто-то, если из близких хочет, подходит, открывает гроб, смотрит, но в основном желающих мало. А так, наступает момент похорон, гроб опускают, произносят какие-то вещи, кто-то прощается. Это минимальное количество эмоций, минимальное количество слез, как правило, сдержанных, хорошие напутственные слова, и на этом все. Люди ведут себя достойно. Это называется культура, проявление культуры во всем, в том числе и в таких вещах, как погребение своих мертвых. А дальше кладбище, которое содержится в идеальном состоянии, именно вот этим своим поведением показывается отношение к умершим. Не так, что устроили театральное шоу, закопали человека, а потом забыли, могила заросла, там черт знает, что творится с этими оградками, а наоборот, минимизированное количество эмоций, очень сдержанная сама церемония, но затем постоянное ухаживание за могилой. Вот этим, скажем, немецкий менталитет отличается от русского, и не только немецкий. Та же самая история с Англией, с Францией, с США, со всеми так называемыми протестантскими странами. Я это рассказываю к тому, что, на мой персональный взгляд, российское общество в силу своих вот этих абсолютно темных, каких-то мракобесных взглядов на жизнь, остается отсталым в культурном состоянии, ну вот где-то на уровне 16-го, 18-го, 19-ых веков. Это в лучшем случае, а то и, пожалуй, еще глубже. Люди почему-то не меняются. На российского человека магическим образом действуют слова «шаман», «экстрасенс», «гадалка», «бабка ворожея» и так далее. Открывается любая русская газета и десятки объявлений «сниму с глаз», «верну любимого», «заговорю какую-то болезнь» и так далее. Это невозможно. В 21 веке невозможно понять, почему люди в это верят, готовы платить за это деньги и воспринимают это серьезно. Не просто сошедшие с ума какие-то женщины-одиночки, но и мужчины ходят на сеансы снимать, так сказать, с глаз. Это в 21 веке. Спросите себя, посмотрите вокруг своих знакомых, много ли людей, которые напрочь это отвергают и говорят, что «слушай, это все ерунда». И в противовес этому, когда я здесь пытаюсь среднестатистическому человеку объяснить, что такое сглаз, на меня смотрят очень странными глазами и говорят, «слушай, Вит, это ты о чем-то совсем не о том говоришь, такого нет». Понимание сглазия человека я никак никому не могу объяснить. Мне говорят, ну, наверное, это зависть ты имеешь в виду. Кто-то может тебе завидовать и как-то там не так на тебя смотрят. Я говорю, нет, сглазив человека, как считается в России, человек может начать болеть, чахнуть и так далее. Они смеются надо мной, они говорят, «слушай, болеть и чахнуть может тот, кто завидует, а не тот, кому завидует. Ходи спокойно». Я говорю, я понимаю, но русские люди верят, что не так посмотрев или не так что-то сказав, можно испортить жизнь человеку. Одним словом, люди 21 века, как правило, не понимают такие вещи, как сглаз, не понимают, зачем ставить стакан воды с хлебом на похороны, не понимают, для чего это. Ни мертвому человеку это не нужно, ни окружению, которое приходит проститься с этим человеком. Но в России, я хочу сказать, очень особое отношение, так сказать, к потусторонним силам. И люди на самом деле верят в силу каких-то колдунов, шаманов и так далее. Это все, я имею в виду, на мой взгляд, в общем комплексе находится. Как и подверженность общества к суеверию, к традициям, которые, по сути, должны уже кануть в лето, они все еще присутствуют в обществе, и люди 21 века не готовы от этого отказываться. Я не знаю, как в отношении молодых людей, как они смотрят на это. Возможно, они отметают от себя вот эту шелуху Средневековья, но у меня такое ощущение, что российское общество глубоко очень в этом находится состояние. И поэтому на любого российского человека, или на большинство из них такие названия, пустые, по сути, названия, как шаман, играют на вот такое магическое свойство. Люди просто слышат, идет шаман, и все им кажется, что это что-то обозначает. На самом деле, на мой взгляд, это просто бомж, человек без постоянного места жительства. И, конечно же, очевидно, по его словам и по его рассказам, это психически нездоровый человек. Он пережил серьезную травму, потерю жены, он о всем этом рассказывает, и, как он сам считает, сошел с ума, или в его словах это называется, стал шаманом, то есть просветился в этот момент. И далее, скорее всего, у него была достаточно тяжелая жизнь. Ему приходилось где-то там мотыляться по различным парк-пляцам, среди каких-нибудь дальнобойщиков, где-то выпрашивать, чтобы кто-то дал поесть, налил водочки. А тут, понимаете, и пошла, так сказать, лафа. Человек понял в какой-то момент, а бомжи, нужно сказать, что они очень хорошо понимают психологию окружения. Если ты живешь на улице, и ты плохо разбираешься в людях, ты просто не выживешь. И поэтому люди с большим опытом проживания, вот на помойках, где-то в подъездах, на вокзалах и так далее, они, как правило, тонкие психологи. Они точно знают, кому как нужно подойти, какой дамочке нужно подойти, может быть, с улыбкой, кому нужно доброе слово, с кем нужно построже, на кого можно наехать и так далее. Они всегда очень четко чувствуют эти вещи. И вот висящее в обществе недовольство Путиным правительством, этот бомж схватил эту идею. А почему бы мне не сказать, что я иду на Москву, и меня, если получится раскрутить эту историю, везде ведь по дороге будут кормить. И действительно, несчастный Санек, бомж, прозванный теперь шаманом, приобрел имя, теперь он называется Александр Габышев. О нем пишут статьи, о нем снимают передачи. Поймите, среднему бомжу это достичь такого состояния крайне сложно. Он теперь от этого не откажется. Появился человек, опять же, бывший зэк, который там создал отдельный канал. Он следует за ним. То есть это такой апостол, следующий за новороссийским Иисусом Христом. Или присоединяются, так сказать, другие ученики. И теперь их уже там 5 или 6 человек. Но если заглянуть в каждого из них, то там каждый, либо оставшийся без жилья, либо оставшийся без семьи, после развода, убегающий там от алиментов, скрывающийся от каких-то проблем, куда идти. А вот, там шаман идет. И его кормят и поют. И даже разрешают ему жить в гостиницах. Конечно, эта история будет обрастать людьми и различного рода мошенниками. Ничего за этой историей не стоит. Просто бомж Санек теперь обеспечил себе хорошее питание, хорошее проживание, ну и относительную славу. А блогер, который его раскручивает на YouTube, ну вот нашлась тема у человека, о чем говорить. А так, конечно, никакого результата от этого похода не будет. Мы не живем в средние века, когда можно было там встать в стенки разину, позвать за собой, и люди пошли и потянулись, и каждый, в каждом населенном пункте прибавилось там еще десяток вооруженных крестьян. Этого, конечно, не будет. Ну, какая-то группа, возможно, дойдет куда-то, хотя я очень сильно сомневаюсь. Если историю не будут дальше раскручивать, то о нем в ближайшие месяцы забудут, так как информационная сейчас составляющая меняется очень быстро. Если же к этому телевидение подключится, это тоже тему можно немножко покрутить. Какое-то время о нем будут говорить. Ну, глядишь, и Якут Габушев там женится по дороге или еще что-то. Я вполне могу представить, что кто-нибудь его к рукам приберет. Но сказать, что он дойдет до Москвы и убьет Путина, это, конечно, полная ерунда. Я не знаю, как можно в это верить. Во-первых, история растянута по времени, там, чуть ли не на два года. Во-вторых, нет никакого смысла. В наше время один человек не может поменять ситуацию в стране абсолютно. И потом посмотрите на этого человека реально. У него нет ни денег, ни образования. Никакой силы за ним не стоит. Кроме, так сказать, шаманской вот этой, в которую и верят свято русские люди. Больше за ним ничего не стоит. И, конечно, он не то, что не может сменить Путина, он никого не может сменить. Он не может сменить ни одного человека на своем пути. Не имеет никаких сил. Если бы это было возможно, то по ходу, так сказать, своего продвижения он мог бы менять губернаторов, там, еще кого-то. Но это полная ерунда. Вообще, если кто-то еще не знает, существует такая премия Гудмана во всем мире. По-моему, даже в некоторых странах она там чуть ли не на миллион оценивается. Но в России, я точно знаю, тысячу долларов предлагали различным экстрасенсам, колдунам, ворожеям прийти и в фиксированной форме, в качестве эксперимента, провести какое-то конкретное действие. И если они докажут свои экстрасенсорные качества, то они получат гарантированно тысячу долларов. Ни один из победивших в экстрасенсах, ни одна там самая крутая бабка не прошла ни разу проверку. То есть им предлагали на их выбор все, что угодно. Я не знаю, найдите человека, угадайте цифры, найдите какой-то предмет в комнате, но только на наших условиях. И люди, которые якобы находят пропавших людей, какие-то предметы, именно в условиях эксперимента, ничего доказать не могут. Ну, например, нашло такое простое предложение. Человеку с экстрасенсорными якобы качествами предлагают 100% 1 миллион долларов, если он согласится, так как он видит будущее и так далее, согласится назвать там цифры в следующем розыгрыше лотерей. Ну, например, там сейчас джекпот составляет там 25 миллионов долларов. Прекрасно можно отстегнуть 1 миллион или даже 2, или даже половину из выигрыша экстрасенсу, если он действительно назовет там все 6 чисел. И таких акций предлагалось множество в разных странах, но ни один экстрасенс ни разу не смог на таких условиях угадать лотерейные числа. И поверьте, и этот шаман Санек, и все остальные экстрасенсы, которые тусуются на телевидении, все ваши бабки, живущие в ваших городах и поселках, рассказывающие о своих особых качествах, не отказались бы жить где-нибудь на Лазурном берегу во Франции, в замечательной вилле, с молодой женой, имеющей там счет на несколько миллионов долларов в банке. Ни один из них бы не отказался, хоть как они это не называют, просто они не обладают никакой силой. У них нет никаких особых качеств. Они живут точно так же, как все остальные, просто могут манипулировать чувствами других людей и создают себе определенную ауру. Поэтому мое отношение к шаману это бомж, устроивший себе хорошую жизнь на ближайшие два года, никуда он не дойдет, ничего он не добьется, никого он не убьет, никого он не сместит своего поста, в лучшем случае, может быть, найдет свою потерянную жену. Ну а людям, кому интересно наблюдать за этим движением нового искусства Христа, конечно, им не запретишь, но я думаю, что в 21 веке нужно пытаться рассуждать все-таки уже другими категориями и стараться отделываться от этого средневекового бракобесия. Это мое такое мнение. Всего доброго.